Мы знаем о Вселенной больше, чем об океанах нашей собственной планеты. Фактически, даже по сей день мы продолжаем открывать новых существ, скрывающихся в глубинах, куда не проникает солнечный свет. И некоторые из этих глубоководных обитателей довольно жуткие. Зеленый гимноторакс Зеленый гимноторакс – это крупная рыба-мурена, достигающая 2,5 метров в длину и до 29 килограммов веса. Обычно размер этих рыб – около 1,5 метра. Зеленых мурен можно встретить в умеренных и теплых водах Западной Атлантики. Северная граница ареала находится у берегов американского штата Нью-Джерси и южная – у Бразилии. Они обитают у Бермудских островов и в северной части Мексиканского залива. Есть одно сообщение об обнаружении зеленых гимнотораксов даже в водах у Новой Шотландии – это Канада. Небольшой участок ареала существует и в восточной части Атлантики. Любая рыба-мурена является хищницей. Днем она сидит в каком-нибудь укрытии среди кораллов или среди скал. Наружу торчит только голова, которая двигается из стороны в сторону, а маленькие глазки внимательно смотрят по сторонам, присматривая проплывающую мимо добычу. Затем мурена быстрым броском выскакивает из засады и хватает ее. Если какой-нибудь слишком любопытный или неосторожный дайвер проявляет назойливый интерес к высунувшей из-за укрытия мурене, то он вполне может быть наказан достаточно жестким укусом. А укус мурена может привести к серьезным неприятным последствиям. Летающий макаронный монстр В 2015 году нефтяники корпорации British Petroleum работали на морской добывающей платформе у берегов Анголы. На глубине 1325 метров в объектив дистанционно управляемого глубоководного аппарата попало необычное существо. Оно не было похоже ни на какое другое из известных нефтяникам, зато сразу напомнило летающего макаронного монстра, божества пародийной религии пастафарианства. Еще одной ассоциацией мог бы стать Ктулху, ставший культовым персонажем романов Говарда Лавкрафта. Чудовище с головой, покрытой щупальцами, которое, согласно сюжету книг, обитает на морском дне. Фрагменты видео запечатлевшего странное существо было отправлено в Британский национальный центр океанографии. Одно из его подразделений занимается анализом информации, которую нефтяники собирают в ходе собственных исследований подводных глубин. К сожалению, ничего сенсационного в находке сотрудников British Petroleum не оказалось. Они встретились с самой обычной сифонофорой. Известно около 160 видов. Практически все они обитают в тропических морях. Наверное, самый известный представитель сифонофор – ядовитый португальский кораблик. К этому же отряду относятся кораллы, медузы и многие другие морские жители. Таитийская бородавчатая рыба-клоун. Глубоко в австралийских водах можно обнаружить нашего следующего сегодняшнего гостя. Он плохо плавает из-за отсутствия плавательного пузыря. Он плохо ходит, плавники плохая, замена лапкам, и имеет необычную окраску. Это таитийская бородавчатая рыба-клоун, которая использует свой диковатый внешний вид как маскировку. Бородавчатая рыба-клоун – замечательный маскировщик. Это существо не плавает, а как будто крадется по дну с помощью нижних плавников, которые больше похожи на лапы. У этих морских жителей существует необычный способ размножения. Когда самец находит самку, то закрепляется на ней, и их тела сливаются. Срастаются челюстные кости, и кровеносные системы становятся единым целым. Таким образом, самец и самка становятся неразлучны. Грибневики. Грибневики – это тип многоклеточных животных. Это морские, преимущественно планктонные животные, реже ползающие или сидячие. Их научное название – ктенофора – происходит от латинизированных греческих слов «ктена» – гребень и «фериин» – носить. И связано с имеющимися у каждого грибневика характерными гребнями – рядами гребнистых пластинок, образованных сросшимися ресничками. Размеры колеблются от 2-3 мм до 3 метров. Известно от 100 до 150 видов. Точный подсчет затруднен из-за слабой разработанности системы грибневиков. Эта группа животных остается еще слабо изученной. Особенно мало было известно об образе жизни и поведении грибневиков. Обычно грибневики бесцветны. Только немногие из них имеют желтовато-розовую окраску. Лишь ряды движущихся грибных пластинок переливают всеми цветами радуги. Большинство грибневиков живет в толще воды. Из-за нежности их тканей эти создания предпочитают держаться в спокойной воде. Во время волнения опускаются в глубину. Отдельные виды встречаются на глубине 3 км. Многие грибневики в ночное время излучают яркий голубоватый свет. Существует предположение, что светятся не сами грибневики, а живущие в их кишечнике бактерии. Морской паук. Морские пауки – это сравнительно небольшая группа, насчитывающая на сегодняшний момент около 1300 видов. Это очень странные, морфологически ни на что не похожие животные, состоящие почти полностью из одних только ног. Тело у них настолько крошечное, что в нем не помещается даже половина внутренних органов, которые у нормальных животных там должны быть. Поэтому, например, половая пищеварительная система морских пауков находится целиком в ногах. А ноги их, хоть и сросшиеся, но довольно хилые из-за слабой мускулатуры, так что морские пауки – существа очень неспешные и минут по 40 могут проводить вообще без движения. Из-за этого на них вырастают мышанки и всякие полипы. А богоплавые морские козочки с удовольствием используют эти ходули в качестве субстрата. Особо неторопливые особи даже умудряются попасть в ловушку. Они не двигаются так долго, что вокруг ног пауков успевает обрасти губка. Зато длинные ноги позволяют передвигаться по любому, даже самому мягкому субстрату. И морских пауков можно встретить практически везде – от приливно-отливной зоны до глубоководных мест обитаний. Пелагическая большеротая акула Несмотря на страх перед словом «акула», для людей этот вид не представляет опасности. Основой его рациона являются мелкие организмы, называемые планктоном. Особенное пристрастие большеротая акула питает крилю, спускаясь за ним днем на 150-метровую глубину и поднимаясь ночью на 15-метровую. Пелагическая большая акула распространена по всему миру, предпочитая относительно теплые широты. Возможно, спаривание происходит осенью около берегов Калифорнии, так как именно туда довольно часто наведываются половозрелые самцы. Большерот является яйцеживородящим видом, то есть обладотворение, развитие и вылупление маленьких акулят происходит в утробе матери. На данный момент пелагическая большеротая акула относится к практически неизученным животным. Слишком мало особей попадалось на глаза исследователям, ведь погрузиться на излюбленные большеротом глубины не так-то просто. По этой же причине неизвестно, грозит ли виду исчезновения. Могучий океан надежно хранит свои тайны. Ленточная мурена Ленточная мурена – существо не только ярко раскрашенное, элегантное и чувствительное, но еще и многоликое. За свою 20-летнюю жизнь среди коралловых рифов Тихого и Индийского океанов, она успевает три раза поменять цвет и один раз сменить пол. Перемена пола и цвета у ленточных мурен происходит в строгой последовательности. И это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Молодая мурена, выросшая до 65 сантиметров, окрашена в черный цвет. По мере роста ее внешний вид изменяется не только количественно, но и качественно. Критическим рубежом, когда ленточная мурена понимает, что пора становиться самцом, является длина в один метр. Преодолев 100-сантиметровую отметку, она, точнее уже он, меняет черный наряд на ярко-голубой. В таком виде он проводит еще какое-то время, пока не вырастет до 120 сантиметров. Приходит пора становиться самкой. И ленточная мурена отмечает это событие перекрашиванием в насыщенный желтый цвет. В науке подобное явление называется протандрий. Еще одна удивительная черта внешности ленточной мурены – органы абоняни, по форме напоминающие нежные листочки. Эти дополнительные ноздри – ее главное орудие в поиске мелких рыбешек среди обломков камней и в расщелинах коралловых рифов. Камчатский краб Камчатский краб на самом деле рак. Такова биологическая принадлежность вида. Название ему дано за внешнее сходство с крабами. Камчатские крабы – короче рак, обладают не столь большим брюшком, лишены хвоста и передвигаются бочком. Вид иначе называют королевским. Кстати, довольно недешевая штука. На днях в магазине видел стоит 10 тысяч. Если основное имя указывает на среду обитания членостоногого, то второе намекает на размеры камчатского краба. Ширину он достигает 29 сантиметров. Осязание и абоняни обеспечиваются передними антеннами, с расположенными на них чувствительными цилиндрами. Эта видовая особенность оказывает существенное влияние на пищевое поведение, помогая в поиске и выборе пищи. По мере роста особи происходит смена каркасного скелета или линька. Частота линьек в начале жизни, особенно в период развития личинок, высокая и происходит значительно реже. До одного-двух раз в год у взрослой особи. А к концу жизни случается всего один раз в два года. Как часто должны линять крабы регулируют особые железы, расположенные на глазных стебельках. Перед сбросом старого каркаса мягкие части членистоногого уже покрыты пока еще не крепким податливым панцирем. Живет камчатский краб в среднем около 20 лет. На сегодня это все. В комментариях расскажите, какое из этих существ восхитило вас больше всего. Пока-пока. Смотрите другие наши видео.